Вести Карачаева, Черкесия В конце прошлой недели руководитель региона Рашид Тимреза в Москве принял участие в совещании по вопросу подготовки кадров в сфере туризма. Меробрятие прошло в рамках подготовки заседания Президиума Государственного Совета страны по развитию туризма в России под председательством помощника президента, секретаря Государственного Совета страны Игоря Левитина. В Карачаево-Черкесии фиксируется ежегодный прирост туристского потока в среднем на 15%. В прошлом году мы преодолели отметку 1 миллион 700 тысяч туристов в год и намерены и дальше развивать наши курортные зоны, отметил руководитель региона. По его словам, уже сегодня наши курорты имеют полное право претендовать на звание международного уровня. С увеличением туристического потока в республику растет и потребность в повышении уровня оказываемых услуг и подготовке современных профессиональных кадров. Ежегодно для сферы туризма, обслуживания и гостеприимства в Карачаево-Черкесии выпускается более 200 специалистов со средним профессиональным образованием и более 30 специалистов с высшим образованием бакалавров, рассказал Рашид Темрезов. Он подчеркнул, что будет уделено внимание и дальнейшему наращиванию кадрового потенциала для туристической отрасли. В Москве руководитель региона встретился и с Олегом Ястребовым, ректором Российского университета дружбы народов. На сегодняшний день РУДН является одним из крупнейших вузов в России и предлагает различные направления обучения и специализации – технические, научные, медицинские, экономические и гуманитарные. Цели устремленные студенты здесь могут практиковаться, развивать свой творческий и научный потенциал, а также проходить стажировки на самых передовых отечественных предприятиях и медучреждениях. РУДН при поступлении активно выбирают студенты из Карачаева-Черкесии. В УЗИ сформировано активное землячество наших студентов. Стороны договорились о более плотном сотрудничестве в сфере образования и науки по направлениям, имеющим особую значимость для социально-экономической сферы Карачаева-Черкесии. Реализация нацпроектов, динамичное развитие туризма, промышленности, сельскохозяйства, новые вызовы в сфере здравоохранения – все это требует повышения качества образования в республике и динамичного наращивания кадрового потенциала. Запланировали подписать соглашение о нашем взаимодействии при подготовке высококвалифицированных специалистов для нужды республики, написал Рашид Тимрезов на своей странице в телеграм-канале. В минувшую пятницу, в День семи любви и верности, глава Карачаева-Черкесии отметил наградами 13 семей и 11 многодетных матерей. На торжественное мероприятие во Дворце культуры Черекеска были приглашены жители республики и семь семей, которых Рашид Тимрезов наградил знаком отличия образцовая семья. Шесть пар получили медали и грамоты за любовь и верность, а 11 многодетных матерей, воспитывающих пять и более детей, удостоены почетного знака материнская слава. Руководитель субъекта анонсировал новые региональные выплаты. Вопрос об их назначении будет внесен в парламент и решаться на ближайшем заседании парламентариев. Проект по развитию туристско-рекреационного кластера «Дамбай», который планируется реализовать за счет инфраструктурного кредита в 900 миллионов рублей, поможет увеличить турпоток в регион на 370 тысяч человек. В рамках проекта планируется строительство скоростной канатной дороги с пропускной способностью 2400 человек в час, а также объект общепита и жилого дома. Об этом рассказал министр туризма и курорта в республике Расул Тикеев. Инвестиционный проект развития «Дамбай» предполагает, что за счет инвестиционных бюджетных кредитов, а также новых инвестиционных проектов, есть такая мера поддержки федерального центра, предполагается строиться обеспечивающей инфраструктурой, что, конечно же, позволит более качественно подходить к оказанию услуг. Значит, это будет реконструкция сети горнолыжных трасс в общей протяженности 17,4 километра, это электроснабжение, работа над газоснабжением продолжается и она будет завершена. Что касается инвестиционной части со стороны вне бюджетки, так называемой, то это объекты туристской инфраструктуры, это в том числе горнолыжная канатка, которая позволит разгрузить на сегодняшний день в пик сезона, мы знаем, что там создаются очередя. И вот эта канатная дорога, она позволит разгрузить и сделать более комфортным пребывание туристов на территории Донбая. Поэтому Донбай также развивается, ему уделяется важное внимание в развитии отрасли. С 1 июля текущего года начало действовать постановление правительства России, регламентирующее новые тарифы на подключение потребителей к электросетям. В соответствии с документами, минимальная цена теперь составляет 3 тысячи рублей за 1 киловатт присоединяемой мощности, а с 1 июля следующего года 4 тысячи. С 1 июля 2024 года 5 тысяч рублей. Однако для многодетных семей, инвалидов, ветеранов и малоимущих при подключении к электросетям сохраняются льготные условия. Льготный тариф составит тысячу рублей за 1 киловатт. Вместе с тем, льготные условия могут получить и представители малого и среднего бизнеса при подключении мощности до 150 киловатт по третьей категории надежности. Согласно условиям для получения скидки, объекты должны находиться в пределах 200 метров в городской черте и 300 метров в сельской местности от электросетевой инфраструктуры. Что немаловажно, тарифные нововведения позволят снять с уже подключенных потребителей часть нагрузки. Им больше не придется оплачивать затраты сетевых организаций, связанные с присоединением новых абонентов. Процедура подключения станет проще. Количество необходимых документов сократится. Более 150 километров электролинии реконструировали в регионе для снижения энергопотерь. Обновление распределительных сетей выполнено в населенных пунктах Прикубанского и Карачаевского районов. Заменено в частности 6215 износившихся опор и 156 километров провода на самонесущие изолированы. Кроме этого, на обновленных линиях электропередачи специалисты установили почти 7 тысяч новых умных счетчиков, которые защищены от стороннего вмешательства и манипуляций с показаниями. В Карачаево-Черкесии задержаны 11 членов ячейки, запрещенной в России террористической организацией ИГИЛ, занимавшихся вербовкой жителей региона и пропагандой своих идей. По местам их проживания обнаружены и взяты 10 единиц гражданского огнестрельного оружия, пистолет ПМ, обрез охотничьего ружья, 3 гранаты, большое количество боеприпасов, средства связи, содержащие материалы, свидетельствующие об их противоправной деятельности. Следственными органами в отношении задержанных уже возбуждены и расследуются уголовные дела по статьям организации и участия в деятельности террористического сообщества и пропаганда терроризма. Налоговые органы Карачаева-Черкесии приступили к приему специальных деклараций в рамках четвертого этапа добровольного декларирования физическими лицами активов и счетов, вкладов в банках, представляемых налогоплательщиками в соответствии с федеральными законами. Комментирует информацию официальный представитель Управления Федеральной налоговой службы России по Карачаево-Черкесии Татьяна Мамхьягова. Управление Федеральной налоговой службы по Карачаево-Черкесской республике информирует вас о проведении четвертого этапа амнистии капиталов. До 28 февраля 2023 года физические лица имеют возможность сообщить о своих счетах и вкладах в заграничных банках, о ценных бумагах, долях участия в иностранных организациях, а также о контролируемых иностранных компаниях. В рамках четвертого этапа могут быть задекларированы и другие финансовые активы, например, производные финансовые инструменты. Также физические лица вправе задекларировать наличные деньги при условии, что они будут размещены на счетах в российских банках в течение 30 дней со дня представления декларации. При декларировании транспортных средств указываются сведения об их перерегистрации в соответствующих государственных реестрах Российской Федерации. В рамках четвертого этапа добровольного декларирования сохраняются гарантии освобождения декларанта или лица, информация о котором содержится в специальной декларации, от уголовной, административной и налоговой ответственности при условии зачисления денежных средств и финансовых активов на счета в российские банки и организации финансового рынка. По постановлению прокуратуры Прикубанского района подрядная организация, которая в срок не исполнила обязательства по ремонту дороги, оштрафована на 7 миллионов рублей. Подробности сообщила старший помощник прокурора Карачаева-Чрикесии Ильина Дармаграева. Прокуратура Прикубанского района провела проверку исполнения законодательства при реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В ходе проверки было установлено, что между Республиканским государственным казенным учреждением управления Карачаева-Черкес-Автодор и ООО «Стройторг» был заключен государственный контракт, предметом которого явилось проведение ремонта автомобильной дороги межмуниципального значения «Черкесск-Чапаевская». Вместе с тем, предусмотренные контрактом обязательства по своевременному ремонту дорог, установленные сроки не были выполнены. В связи с чем прокуратурой в отношении подрядной организации было возбуждено дело об административном правонарушении по части 7 статьи 7.32 Кодекса РФ в административных правонарушениях. Данная статья предусматривает ответственность за нарушение порядка заключения и изменение контракта. По результатам рассмотрения административного материала виновное должностное лицо привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 7 миллионов рублей. В эти дни в поселках Архыз и Романтик приостановлена подача газа. В связи с обильными осадками в реке Большой Зеленчук поднялся уровень воды, что стало причиной повреждения газопровода и приостановки газоснабжения в двух населенных пунктах Зеленчукского района. Правительством региона оперативно создана рабочая группа, которая на месте оценила ущерб и определила пути скорейшего восстановления газоснабжения. 14 километров дороги, ведущей к Лунной Поляне, будут отремонтированы с применением новых технологий. В частности, на участке автодороги Архыз Луная Поляна-Дука продолжаются работы по ремонту и устройству верхнего слоя дорожного покрытия из щебеночно-мастичного асфальта бетона. Его основными преимуществами являются водонепроницаемость и морозостойкость, высокая усталостная стойкость, повышенная сдвига устойчивость, а также повышенное сцепление дорожного покрытия, низкий уровень шума и многое другое. Работу планируется завершить до декабря текущего года. Обращения граждан по новым выплатам для малообеспеченных семей с детьми от 8 до 17 лет рассматриваются пенсионным фондом в ускоренном порядке. Среднее время обработки запроса составляет от 2 до 4 рабочих дней. Каждая из них рассматривается в индивидуальном порядке. Специалисты фонда проводят детальный разбор ситуации и перепроверяют поступившие сведения. В случае выявления неточностей, ведомство в течение трех рабочих дней с момента обращения пересмотрит решение о назначении выплаты и уведомит об этом семью через личный кабинет на портале госуслуг или по телефону. Вопросы и обращения граждан принимаются через единый контакт-центр по номеру 8 800 600 00 и онлайн приемную пенсионного фонда, а также по горячим линиям региональных отделений организации и в официальных группах фонда в социальных сетях ВКонтакте и Телеграм. В Черкесске появится еще одно атмосферное место. Небольшой сквер, где стоит памятник Есенину и видным государственным деятелям республики, преобразится в оставшийся летний период. Это небольшая территория, площадью порядка 1200 квадратных метров, прилегающая к Каштановой аллее на Комсомольской. Старое, пришедшее в непригодность, плиточное покрытие заменят на новую, применив веерную схему укладки. Изменится также форма и расположение цветников, клумб и газонов. Лавочки и урны, где требуются, отремонтируют или же заменят. Работы начнутся ориентировочно в середине июля. Концерт в московском Кремле. Фестиваль классической музыки под звездным небом Архыза. Масштабное историческое шоу в оригинальной столице. Министр культуры Карачаево Чикеси Зура Багиба в ходе прямой интернет-трансляции анонсировал список мероприятий, которые состоятся в ближайшие три месяца в рамках празднования столетия нашей республики. Задача у нас ровно такая, чтобы каждый народ, а у нас их основообразующих пять, мог продемонстрировать и собрать воедино культуру свою, хореографическую, вокальную, культуру народно-художественных промыслов, ремесел, традиции. Конечно же, все это мы постараемся сопроводить с кулинарией. И вот такой вот фестиваль культуры каждого из народов, чтобы выезжал условно в районы в гости друг к другу. Субтитры создавал DimaTorzok Примут участие субъекты малого и среднего предпринимательства, представители федеральных и региональных институтов развития и поддержки малого и среднего бизнеса, федеральные эксперты, а также представители предпринимательских объединений и бизнес-ассоциации с КФО. Предусмотрена и пленарная дискуссия «Новая реальность, новые стратегии», в которой примут участие заместитель министра экономического развития России Татьяна Илюшникова, а также представители федеральных и региональных ведомств, почетные гости и представители бизнеса. Некоммерческая организация Карачаева-Черкесии победила в грантовом конкурсе президентского фонда культурных инициатив, проект «Бессмертные души» и литературная телевизионная олимпиада среди школьников Карачаева-Черкесии. Благотворительного фонда созидания стал одним из победителей по итогам третьего специального конкурса текущего года на предоставление грантов президента страны на реализацию проекта в области культуры, искусства и креативных творческих индустрий. Олимпиада, посвященная русской литературе, охватит все районы и города республики. Всего в проекте примут участие порядка 350 школьников, а благодаря широкой информационной кампании количество онлайн-зрителей составит почти 250 тысяч человек. В период с 15 июля по 4 августа в рамках 8-й смены Международного детского центра «Артек» состоится финал всероссийского конкурса «Большая перемена» среди обучающихся в 2021-2022 учебном году по программам среднего общего образования в 5-7 классах, в котором примут участие около 700 школьников. 300 победителей «Большой перемены» среди учеников 5-7 классов смогут отправиться в путешествие по России на поезде «Большой перемены». В список финалистов конкурса от Карачаева-Черкесии вошел Владислав Пащенко, учащийся 17-й гимназии «Черкеска». Владислав – умный, талантливый, целеустремленный, активный молодой человек, у которого на счету немало побед, а в различных всероссийских конкурсах. В России пройдет первая национальная премия «Горы России», участниками которой могут стать любые всесезонные горные, горнолыжные курорты и комплексы, а также представители горнолыжного сообщества и индустрии гостеприимства. Премия, в рамках которой впервые выберут лучший горнолыжный курорт страны и лучший отель для горнолыжников, послужит дополнительным стимулом и мотивацией к улучшению качества предоставляемых услуг в туриндустрии. Замечательно, что участниками могут стать любые всесезонные горные и горнолыжные курорты России, и немаловажно выбирать победителей будут сами жители путем народного голосования. У наших горнолыжных курортов Донбай и Архиз есть все шансы на победу. Народное голосование стартует 1 сентября и продлится до середины октября. В рамках празднования столетия Карачаева-Чрикесии в Москве с концертной программой на фестивале «Дружбы народа» выступили артисты республики. Культуру региона на ВДНХ представляли ансамбли танца Мингитау и Адиюх, а также Рамина Китаева, Алият Нурлубаева, Трио Виктория, Лаура Акбаева и Анжела Мукова. Таковы наиболее заметные события республики. Информационный выпуск провела Рита Нирова. Реклама В 2022 году Пятигорский государственный университет предоставляет возможность поступить на 560 бюджетных мест по всем уровням обучения. Прием документов по программам бакалавриата и специалитета на бюджетные места ведется до 25 июля, а на некоторые направления подготовки, предусматривающие дополнительные вступительные испытания, документы необходимо подать до 15 июля. В том числе на педагогическое образование с различными профилями, где имеется значительное количество бюджетных мест. Поступай правильно, поступай в ПГУ. Народный артист России Юрий Куклачев и его потрясающие кошки. 17 июля, Черкесск, Зеленый остров, Амфитеатр. Билеты в кассе и на сайте biletik.pro Вы слушали Радио России, Карачаево-Черкесия. До новых встреч!